Моя Америка 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 В утренние часы мы писали информационные новостейные заметки. Надо было заполнить три, бывало четыре газетные страницы. Многие из нас были республиканцами и либертарианцами, были среди нас демократы. Однако из написанных нами новостейных заметок не должны были торчать партийные уши. Но вот на страницах мнений Опинен каждый из нас давал волю своему отношению к происходящим событиям. Мы соблюдали неписанное правило. Новости вне политики, мнения могут быть политизированы. И я повторю еще раз. Такой стала американская журналистика на границе 19-20 столетий. До этого журналистика прошла большой путь. Газетное дело расцвело в нашей стране с провозглашением Декларации независимости в 1776 году и к началу новостолетия 19-го. В 13 штатах, бывших колониях, существовало 234 газеты. Почти все они были партийными. Одни поддерживали федералистов, другие антифедералистов. Никакого разделения между новостями и мнением не существовало. И ни в одной из этих газет не было места двум мнениям. Принятая в 1787 году Конституция не предусматривала политических партий. Об этом мы с вами говорили не раз. Но две противоборствующие партии образовались в 1789 году, вскоре после создания первого на основе Конституции правительства. Федералисты выступали за сильное центральное правительство. Не надо путать сильное центральное правительство в конце 18-го века с сильным центральным правительством сегодня. Это разные вещи. Тем не менее, федералисты выступали за сильное центральное правительство. Антифедералисты обвиняли федеральное правительство в узурпации власти. Тон в критике федералистов. Федералистами были президент Джордж Вашингтон, вице-президент Джон Адамс, министр финансов Александр Гамильтон. Тон в их критике вызывала газета The Philadelphia Aurora. В этой газете The Philadelphia Aurora публиковались статьи, слушайте внимательно, будто бы о сотрудничестве Вашингтона с англичанами во время войны за независимость. Александра Гамильтона газета обвиняла в намерении превратить американскую республику в монархию. Резактировал эту газету Бенджамин Франклин Баш. Вот что сказал об этом человеке автор множества книг о послереволюционном периоде в Америке историк Гордон Вуд. Вот как он охарактеризовал редактора газеты The Philadelphia Aurora. Ни один редактор не сделал больше для политизирования прессы в 90-е годы 18 века, чем Бенджамин Франклин Баш. Федералистские газеты, они не отставали от антифедералистских. Ну, например, из номера в номер они обвиняли в якобинстве государственного секретаря Томаса Джефферсона. Дескать, этот господин намерен залить американскую республику кровью, как якобинцы залили кровью Францию. В то время журналисты писали под псевдонимами. Авторское авторство многих легко определялось не только их единомышленниками, но и противниками. Ну и случалось, конечно, что журналисты меняли политическую платформу и переходили из одного лагеря в другой. В числе переметнувшихся был Джеймс Коллендер. Интересный господин. В 1797 году Филадельсии вышла в свет книга с таким названием. Название большое. «История Соединенных Штатов за год 1796, включая множество интересных сведений». Одно из интересных сведений было о внебрачной связи министра финансов Александра Гамильтона. Это был первый в истории Соединенных Штатов сексуальный скандал с участием одного из ведущих политиков страны. Скандал достиг таких размеров, что Гамильтон был вынужден публично оправдываться. Газета федералистов... Гамильтон был федералистом. Газета федералистов... Газет of the United States. Так она называлась. Газет of the United States. Она напечатала пространное объяснение Гамильтона о его связи с замужней Марией Рейнольдс. Внебрачная связь случилась не в 1796 году, когда о ней поведал господин Карандер. Она случилась пятью годами ранее. И вскоре о ней стало известно политическим недругам Гамильтона. Эти люди решили не предавать огласки личные дела министра финансов. Они дали слово, будут молчать. Но когда разногласия Гамильтона с Джефферсоном накалились до предела, давшие обет молчания поставили Джефферсона в известность о случившемся несколькими годами ранее. И Джефферсон слил, воспользуясь сегодняшним термином, слил информацию антифедералистскому журналисту Коллендеру. И вот Календер поведала об этом в книге «История Соединенных Штатов» за год 1796. Мы говорим, не рой другому яму, сам в нее попадешь. И 1 сентября 1802 года Джефферсон был уже президентом. 1 сентября 1802 года выходившая в Ричмонде, это столица штата Вирджиния, газета, федералистская газета «Ричмонд Рекордер». Она печатала статью о многолетней связи Джефферсона с наложницей одной из его рабынь. Ее имя Салли, информировал читателей, автор статьи, которым был тот самый журналист, кто написал шестью годами ранее о внебрачной связи Гамильтона. Теперь Коллендер переметнулся в лагерь политических врагов Джефферсона федералистов и печатал свои статьи в газетах федералистов. Коллендер писал, девка Салли родила нашему президенту нескольких детей. Он добавлял, что будет счастлив противостоять президенту в зале суда и обсуждать правду о его отношениях с черной девкой и ее мулацким выводкам. До сих пор, дамы и господа, до сих пор, мы живем в 2020 году, до сих пор не появилось исторического исследования о фейк-ньюз в американской журналистике. Ну, может быть, потому не появилось, что липовыми новостями фейк-ньюз заполняли все газеты еще с колониальных времен. Скрывавшиеся под псевдонимами журналисты позволяли себе заниматься сочинительством. Сочинительство покрывало партийность газет. Гражданская война заставила владельцев изменить отношение к освещению событий. Читателям была необходима правда о происходящем. В эту пору начали появляться статьи под подлинными именами авторов. Правда в подаче новостей с мест сражений. Правда. Иногда сквозила партийность, но в целом это была правда. С линией фронта сообщалась правда. Основанная в 1835 году Джеймсом Гордоном Беннетом газета «За Нью-Йорк Геральт» была первой политически независимой и первой освещавшей на постоянной основе городские и национальные новости. Основанная в 1841 году Хоррисом Грилли, газета «За Нью-Йорк Трибюн» была откровенно республиканской. Я напомню, в 1872 году Грилли претендовал на пост президента. Однако случалось. Эта газета не отвергала статьи журналистов, которые не разделяли мнение издателя. Основанная в 1851 году Джорджем Джонсом и Генри Реймондом, газета «За Нью-Йорк Таймс» придерживалась с первых дней своего существования, цитирую, «принципа сбалансированного репортажа», то есть внепартийного. Но подлинную революцию в американской журналистике совершили в конце 19-го, начале 20-го столетий Уильям Рэндольф Хорст и Джозеф Пулитцер. Сегодня Хорст и Пулитцер ассоциируются прежде всего с желтой журналистикой, которая привлекает читателя сенсационностью. Ну, впрочем, а Пулитцеры напоминают Пулитцеровские премии. Но вот в том, что они были создателями желтой журналистики, есть доля правды, доля правды. Тот и другой превратили свои газеты в поставщиков информации о убийствах, грабежах, похищениях, крушениях, любовных похождениях, знаменитостей, коррупции и так далее, и так далее. Но! Но! Благодаря Хорсту и Пулитцеру американские газеты перестали быть однопартийными, и произошло четкое разграничение между информационными материалами и статьями, авторы которых высказывают свое мнение по тем или иным вопросам. Хорст и Пулитцер были демократами. Тот и другой избирались в палату представителей. Хорста выбирали мэром Нью-Йорка и губернатором штата Нью-Йорк. В 1904 году он пытался стать кандидатом на пост президента. Но, будучи бизнесменами, демократы Хорст и Пулитцер осознали, Их газеты требуются не только читатели-демократы. Их газетам нужны и читатели-республиканцы. Также читатели, которых вообще не интересует политика. И они подали пример редакторам всех газет. Американская журналистика на границе 19-го и 20-го столетий перестала быть партийной, в отличие от журналистики европейских стран, где большинство газет были и остаются органами каких-то партий. И вот такой американская журналистика оставалась большую часть 20-го столетия. Ну, дамы и господа, это вовсе не значило, что газеты перестали быть партийно ориентированы. Ни в коем случае. Какие-то газеты поддерживали демократическую партию, какие-то поддерживали республиканскую партию, но в каждой из них присутствовали противоположные точки зрения на страницах опинин, мнения. А на новостейных страницах печатались политически нейтральные информационные материалы. Нейтральные, нейтральная информация. Это было неписанное правило журналистики и для родившегося во втором десятилетии 20-го века радио, и для родившегося на границе третьего и четвертого десятилетий телевидения. В начале 60-х годов я работал тогда в Советском Союзе. Сначала я работал журналистом, геологом, потом я работал журналистом в 60-е годы. Я когда уже был журналистом, информационное агентство Associated Press распространило среди своих сотрудников памятку-инструкцию, в которой четко проводилась граница между новостями и мнениями. Эта инструкция была переведена в ТАСС. Выходил так называемый Белый ТАСС. Белый ТАСС предназначался не для широкого круга читателей, а для журналистов, партийных работников и так далее. Так вот, эта памятка информационного агентства Associated Press предназначалась и для журналистов. И в этой памятке подчеркивалось правило, почти закон для всех американских СМИ. Информация и мнение, новости и мнение. Это разные две вещи. Сегодня, сегодня это в прошлом, к сожалению, в прошлом. В 2016 году, вскоре после победы Дональда Трампа на выборах, корреспондент газеты New York Times Джим Рутенберг, он освещает в газете деятельность СМИ, причем СМИ печатных изданий, ради и телевидения, он критиковал коллег, которые освещали предвыборную кампанию. Вот, в частности, что он написал Джим Рутенберг, обращаясь к коллегам. «Вы делаете то, чего нет в учебнике американской журналистики. Вы поступили с принятыми нормами. Вы вступили на территорию, неведомую для каждого практикующего журналиста». Мистер Рутенберг все еще работает в New York Times. Но он уже не решается критиковать коллег за нарушение правил и норм. Он опасается быть уволенным? Или он солидаризируется с ними? Я напомню совсем недавние события. Газета New York Times напечатала статью сенатора-республиканца Тома Коттона о необходимости отправить войска в охваченные беспорядками города. Статья была напечатана на странице «Мнение». Но мнение сенатора Коттона противоречило мнению абсолютного большинства журналистов газеты «Я не вынудили уйти». Вынудили уйти по собственному желанию Джеймса Беннета, редактора редакционной страницы и страницы «Мнение». Спустя несколько дней, после того, как Беннет ушел по собственному желанию, с газетой рассталась колумнистка Карри Вайс. Она была затравлена коллегами, которые не разделяли ее политические взгляды. Вайс ушла не молча. Она написала письмо издателю Артуру Сульцбергу, обрисовала Сульцбергеру ситуацию, сложившуюся в газете. А ситуация проста и очевидна. В газете «Нью-Йорк Таймс» допустимо только одно мнение. И это мнение присутствует не только на страницах «Мнение», «Опинин», но и на новостийных страницах. Информационные статьи пишутся левыми идеологами, и новости мало отличаются от мнений. Мнение же признается лишь одно – прогрессивная социалистическая марксистка. «Нью-Йорк Таймс» – это флагман партийной журналистики. Газета служит образцом для большинства американских СМИ, которые превратились в органы демократической партии. В информационном море-океане затерялись островки, обитатели которых все еще руководствуются, я воспользуюсь словами мистера Рутенберга, учебником американской журналистики. Газета «The Wall Street Journal» – один из таких островков. Но пример флагмана, борт которого покидают неугодные прогрессистам журналисты, вдохновил прогрессистов Journal написать издателю письмо с жалобой на коллег. Они не добились желаемого результата. Пока не добились. Американская журналистика возвращается к своим истокам – партийности, односторонности, в освещении событий и комментариях. Есть, однако, дамы и господа, одно отличие. Отличие весьма важное. Давным-давно, в старые и престарые времена, в информационном мире было место и федералистам, и антифедералистам. Сегодняшние борцы за одностороннее мнение делают все, что в их силах, чтобы изжить несогласных, избавиться от них, заткнуть им рты. И в прошлом, кстати, предпринимались такие попытки. В 1798 году контролируемый федералистами Конгресс принял закон о подстрекательстве. И несколько редакторов антифедералистских газет были осуждены за статьи, критикующие президента Джона Адамса. Закон был вопиющим нарушением первой поправки. Он был отменен в 1801 году, как только Томас Джепперсон заступил на пост президента, и его сторонники получили контроль в Конгрессе. Сегодняшние борцы за одностороннее мнение пока не прибегают к антиконституционным мерам. Пока не прибегают, дамы и господа, если они захватят Белый дом, захватят обе палаты Конгресса и увеличат число членов Верховного суда, мы можем ожидать то, что происходило в покинутом нами Советском Союзе. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в монологе, будет небольшой перерыв на рекламу. Я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200, если у вас появятся какие-то вопросы или комментарии. Ну, а мы продолжаем и принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Алексей. Мне очень нравится ваш диалог, мне нравится, как вы все преподносите. Бесподобно. Очень с удовольствием вас слушаю. У меня вопрос такой. Они, знаете, по полигодни вообще не позволят сейчас смотреть. Они запросили, это бабушка запросила 600 долларов в неделю. Значит, 4 человека в квартире, это просто основные деньги, не надо работать. Отказали. А что за всплыло 1200 долларов? Потому что Шумер-Хумер выступал и говорил, мы достигли прогресс, и с нами республиканцы согласились дать 1200 долларов. Что это за 1200 долларов? Кому? Зачем? Почему? Пожалуйста. Я послушаю парадию. Вы знаете, я даже начну не с пособий по безработице с 600 долларов. Кстати, интересно, в Массачусетске, в штате Массачусетске, там есть штатные еще пособия по безработице, которые гораздо больше 600 долларов. У меня есть знакомый человек, он владелец компании, которая занимается электричеством. Ему нужны люди, он дает объявления в газетах. Не хотят людей идти? Лучше сидеть на пособии по безработице федеральным плюс штатным, чем вообще идти работать. Теперь для меня вообще все это, все, что происходящее, все, ну, дамы и господа, какого не было, такого не было. Значит, все, что происходит, демократы хотят, что бы ни происходило, склонить все в свою пользу. Совершенно естественно, предвыборная кампания, борьба за Белый дом, борьба за Сенат, борьба за Палату представителей, вестные органы власти. Для того, чтобы заручиться как можно большим числом голосов, нужно, конечно, избирателей, тех, кто колеблется. Есть люди, которые не колеблется, они будут голосовать за демократов в любом случае, есть люди, которые будут голосовать за республиканцев, в любом случае, есть люди, которые колеблется. Этих людей можно, называя вещи своими именами, купить. Почему бы не подбросить еще снова по 600 долларов в неделю? Почему бы не подбросить еще 600 долларов в неделю? Кстати, дамы и господа, я напомню, многие из вас, и думаю, все уже успели получить по 1200 долларов, которые нам отпустило федеральное правительство, когда вот началось это безобразие с коронавирусом. Это уже было 2 или 3 месяца назад, по 1200 долларов. Я, например, я вам признаю, что я не истратил ни копейки, ни цента из этих денег, а я положил деньги в банк. И когда все в мире успокоится, я по крайней мере тысячу долларов из этих денег пожертвую организацией Young Republican, которые содержат ранчо Рональда Рейгана в Калифорнии. Я считаю, что я не имею права на эти деньги. Но, опять-таки, многие люди считают, что поскольку они сидят, скажем, без работы, может быть, кто-то не хочет работать, кто-то вынужден сидеть, вынуждены сидеть в миллионы родителей, если их дети не ходят в школы. Демократы делают все возможное, чтобы школы не открылись нормально в сентябре. Значит, родителям приходится сидеть дома. Они многие, миллионы вынуждены сидеть без работы. И, естественно, демократы собираются подкинуть им денжат. Значит, все это безобразие происходит из деньги, из федеральной казны. Мы залезаем в национальный долг, становится все больше, больше и больше. И, называя вещи своими именами, республиканцы способствуют тому, чтобы этот долг становился все больше и больше. Я в данном случае констатирую факт. Я не обвиняю республиканцев. Потому что, если вдруг республиканцы в Палате Представителей, в Сенате, президент Трамп, скажут нет этим диким расходам, то тут же потеряют голоса миллионов избирателей, которые колеблются за кого голосовать. То, что все это скажется, я не говорю на наших детях, но на наших внуках, это стопроцентно. Но кто думает о внуках? Я имею в виду политиков. Какие политики думают о чьих-то внуках, даже о своих, в разгар политической борьбы? Это все грустно, но это факт. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. У меня короткий вопрос. Что господин Орлов думает о взрыве в Байрусе? Спасибо. Я думаю то же самое, что думаем мы все. Хранились какие-то химикалии или еще что-то, взрывоопасные материалы. Хранились так, как нельзя их хранить. Произошло, я предполагаю, короткое замыкание. Бог знает, что могло произойти. И все взлетело наверх. Конечно, не исключена провокация, не исключен террористический акт. Все это не исключено. Но, во всяком случае, пока что речь идет о халатности людей, которым принадлежал этот склад. Я знаю то же самое, что знает и большинство. У меня нет никаких источников информации, кроме тех, которые есть у вас, дамы и господа. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Но я напомню, Алексей, ответьте, пожалуйста, на вопрос первого радиослушателя. Что это за 1200 долларов, о котором говорит Чак Шумар? Ну как, что такое 1200 долларов? Толя, взяли один раз из казны 1200 долларов, а теперь хотят по 1200 долларов еще там дать кому-то, кому-то раздать. Толя, я уже, вот может быть это нехорошо. Но тот факт, что я не занимаюсь новостями, дамы и господа, я занимаюсь комментарием. Я не залезаю глубоко в то, что сейчас нам дает телевидение, я уже не говорю про интернет. Поэтому я даже не вдаюсь в детали, что это за 1200 долларов. Я могу лишь сказать одно. Это 1200 долларов, взятые у наших внуков, которым придется расплачиваться. Вот и все. Никаких 1200 долларов. Я бы, например, поставил точку на пособие по безработице. Пошли. По 600 долларов в неделю? Фагет и балл. Никаких 600 долларов в неделю. Но опять-таки, я не баллотируюсь ни в палату представителей, ни в Сенат, ни на какое выборное место. Я могу говорить все, что угодно. Если бы я баллотировался, если бы мне нужны были голоса избирателей, я, может быть, подумал, нужно ли раздавать 1200 долларов, 600 долларов, 800 долларов. Может быть, я поступил бы так. Политика – это сплошные компромиссы. Иногда нужно идти против своей совести. Я, к счастью, не занимаюсь политикой. Значит, те политики, которые требуют 1200 долларов, им абсолютно наплевать на будущее страны. Давайте называть вещи своими именами. Для них важна победа их партии на предстоящих выборах. Согласен. Спасибо большое. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Скажите, пожалуйста, расскажите историю, как Линкольн закрыл газеты, которые против него выступали, как журналистам пришлось бежать в Канаду, чтобы избежать тюрьмы. И как эту историю хорошо бы посмотреть, как следует Трампу? Может, он может что-то... Во-первых, об этом написаны книги. Я не ставлю, что я первый. Я об этом рассказывал не в одной передаче. Значит, многие газеты... Имеется в виду газеты северян, потому что на юге газеты не закрывались. Ну, во-первых, на юге все не поддерживали конфедерацию. На севере была масса газет, которые выступали либо вообще против войны, либо считали, что южные штаты имеют право на отделение, либо просто считали, что зачем моевать и проливать кровь. Значит, и эти газеты, они закрывались не по распоряжению Линкольна, ни в коем случае. Они закрывались местными властями, которые поддерживали президента Линкольна. Причем они не просто закрывались, людей сажали в тюрьму. Была тюрьма, которой сейчас нет. Форт Лафайет. Этот Форт Лафайет стоял там. Тот, кто знает из вас в Нью-Йорке, Верозано-Бридж. Этот Верозано-Бридж опирается на две, так сказать, это висячий бридж. Он опирается на два столба. Две опоры. Одна опора, которая ближе к Бруклину, там был Форт Лафайет. Этот Форт был превращен в тюрьму. В этой тюрьме сидели не только офицеры конфедератов, но сидели многие журналисты, которые возглавляли газеты, выступавшие против политики Линкольна. Опять-таки, дамы и господа, я в данной ситуации, во-первых, я не оправдывал то, что происходило. Во-вторых, мы должны учесть, что это было время войны. Время войны – это время, ну, скажем, так сказать, крайности. Я, кстати, скажу, во время Второй мировой войны. Всем средства массовой информации, это были газеты, журналы, радио, ну, телевидение только начиналось. Все-таки телевидение уже было. Им было запрещено сообщать что-либо негативное, происходящее в стране. Ну, например, какой-то шторм, который ударил по какому-то техасскому городу или по городу во Флориде, снес все к ядрении маме. Об этом запрещалось говорить. Просто была цензура, и цензуре подвергались негативные новости. Опять-таки, это неправильно. Это нарушение первого права Конституции. Но, опять-таки, речь шла о войне военной. То же самое, война гражданская, 1961-1965 год. Оправдывать нельзя, но понять можно. Но когда, когда затыкаются рты в мирное время, то, что, например, произошло в Нью-Йорк, Таймс происходит, в журнале Нью-Йорк уволен блестящий совершенно коммитатор Салливан. Блестящий совершенно коммитатор. Он не был консерватором, он не был центристом, он просто писал правду. Значит, все сводится к тому, чтобы не говорить правду. Ну, например, скажите, пожалуйста, какие средства массовой информации, о которых мы с вами знаем, и которые продемократические, против трамповские, какие из них рассказывают нам, что господин Джо Байден должен уже скоро быть, ну, в доме для престарелых, что у него началась деменция, и, в общем, ему следовало бы сдать так называемый монреальский тест, проверить память. Об этом только говорит, говорят радиоголоса, говорит Рас Лимбо, Хеннити, Карли, Марк Левин, говорит Fox, Fox News, ограниченное число средств массовой информации. Большие средства массовой информации об этом не сообщают. Сегодня интереснейшие дебаты в Сенате я краем уха зацепил. Значит, демократическая партия категорически отказывается признавать антифа, ну, скажем так, ну, я не говорю даже террористическая организация, а просто организация, которая нарушает закон и порядок, они ее поддерживают, понимаете? Соответственно, газеты New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, CNN, WNBC, называйте все что угодно, они, никто из них не скажет, что антифа это, ну, это террористическая организация, они ее даже не называют организацией, которая нарушает закон и порядок. То есть средства массовой информации становятся партийными. Есть одна, однако, колоссальная разница между, скажем, я скажу, Советский Союз и нацистской Германией. Там газеты, издания были органами партии, органами партии. У нас ситуация обратная, у нас средства массовой информации диктуют демократам, что они должны делать. Они диктуют, не демократы говорят редакторам, издателям, ни в коем случае, они этого не делают. То есть редактора, издатели и коллективы этих газет, радио, телевидение, все, они показывают, они показывают пример демократической партии. То есть связь между правящей партией, партией и средствами массовой информации не в том порядке, в каком она, например, была в нацистской Германии. И это будет продолжаться, если в Белый дом войдет Байден. Если войдет Байден, он будет заменен, я не знаю, через два месяца, через три, сразу же после инаугурации, его место займет человек, который станет вице-президентом, потому что Байден нездоров, об этом все знают, демократы это прекрасно знают. Кстати, если вы читаете мою книжку в курсе дела «Тень проклятия Текумсе над Белым домом», там, когда у меня речь идет о выборах 2020 года, там глава поставлен просто-напросто вопрос. То есть я даю понять, что тот, кто будет избран в 2020 году, может быть, станет жертвой проклятия Текумсе и не досидит до конца срока. Это все может быть. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, Алексей. У меня есть к вам вопрос. Ну, раз мы затронули кандидата Байдена и средства массовой информации и так далее, ну, известно, что в основном все средства массовой информации и демократического толка настаивают на том, что Байден не должен участвовать в дебатах. Вот с точки зрения истории, был ли когда-либо какой прецедент в том, где кто-то из кандидатов отказался участвовать в дебатах? Я начну ответ на твой вопрос с того, что я сказал месяца два-полтора, может быть, три назад. Ну, два-полтора-два назад позвонила радиослушательница и спросила, будут ли дебаты. Я ей сказал, что на 50% фикти-фикти не будут. Знаете, Толя, во-первых, дебаты, дебаты, они не предусматриваются Конституцией. То есть нигде не записано, что дебаты должны состояться. Просто, ну, этого нигде не было. Нет такого. История знает массу дебатов. Ну, например, знаменитые дебаты между Линкольном и Анишлиной, Сенат и Дагласом. Это знаменитые дебаты. Они к президентству не имеют никакого отношения. Первый президентский дебат, это 1960-й год, дебаты Кеннеди, демократа и республиканца Никсона. Вошли они в правила, скажем так, в правила, стали традиционными после выборов 1976 года и дебатов Картера с Фордом. Ну, Форд был президентом, Картер, кандидатом демократической партии. Форд проиграл выборы, причем проиграл во многом из-за того, что он совершил совершенно дикий ляп во время дебатов с Картером. Его спросили, я не буквально, вопрос примерно был такой, а какое влияние оказывает там Советский Союз на страны Восточной Европы, то-то, 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 то-то. И Форд ответил, что ну-ну-ну-ну-ну, эти страны, так сказать, свободные, они действуют по собственному разумению. То есть он как бы отверг то, что Советский Союз влияет там на Польшу, на Чехословакию, оказывает давление, не знаю, на Венгрию, на Румынию. И он как бы это отверг. Это был ляп, который, возможно, не обязательно только этот ляп, стоил ему выборов. Выборы выиграл Картер, а Форд проиграл. Так вот, начиная с 1976 года, выборы стали традиционными. Стали традиционными. Без выборов ни одни президентские выборы не обходятся без дебатов, как минимум трех дебатов. Это стало уже правилом, стало правилом. Это стало правилом, но это нигде не записано, что это должно быть. Должно быть. Поэтому, поэтому. Это интересная тема, замечательная тема. Значит, то, что демократы не хотят, чтобы были дебаты, ну, совершенно понятно. Ну, Байден больной человек. Ну, невозможно представить, что он начнет молоть на глазах и ушах, перед глазами и ушами миллионов избирателей. Ну, это сразу же оттолкнет от него, ну, я не знаю, громадное число колеблющих. Я повторяю еще раз. Те, кто решили голосовать за Байдена, даже если он, простите, начнет какать на столе, все равно они за него будут голосовать. А те, кто будет за Трампа, то же самое, будут голосовать за Трампа. Но есть колеблющиеся, скажем так, 10%. 7-8-10. И от голосов этих колеблющихся зависят результаты выборов. Так вот, если эти колеблющиеся увидят, что из себя представляет Байден, то большинство из них, даже те, кто не любят Трампа, но они либо не пойдут голосовать, либо они будут голосовать за Трампа. Значит, надо сделать все возможное, чтобы Байден в выборах не принимал, не было никаких дебатов. Как это будет сделано, демократы уже массу написали, предложили, ну, например, Томас Фридман, это корреспондент, комментатор, комментатор, не ньюз-репотер, а комментатор Нью-Йорк Таймс, он пулицевскую премию, по-моему, два литераря получил. Он вообще сказал так, если Трамп не опубликует свои налоговые декларации, то у Байдена есть право отказаться от выборов. Ну, это полная чушь, ну, совершенно дико. Значит, они ищут предлог, чтобы сделать только, чтобы не было выборов. Значит, если вы у меня спросите сегодня, будут ли теледебаты или нет, опять-таки я отвечу, как ответил полтора или два месяца назад, я точно не помню. 50-50. Мне трудно представить, чтобы, с одной стороны, чтобы вообще дебатов не было, с другой стороны, мне совершенно невозможно представить, что Байден может участвовать в каких-то дебатах. Поэтому, Толя, значит, мое мнение, я, поскольку я сторонник Трампа на этих выборах, я считаю, что абсолютным безобразием отказ под любым предлогом кандидата демократической партии Байдена участвует в дебатах. Я считаю, что это неслыханно, неслыханно. Он ими нет закона, нет конституции, которая бы обязывалась, но есть сложившаяся традиция. Но, если бы я был сторонником Байдена, я, наверное, с такой же пеной рта доказывал, что совершенно не обязательно проводить какие-либо дебаты, потому что о дебатах ничего не говорится в Конституции, нет никакого закона, принятого Конгрессом, который бы обязывал бы кандидата в президенты участвовать в дебатах. То есть, и у меня были бы какие-то аргументы. Толя, тихте-тихте, давайте следить за развитием событий. Давайте. Ну, а на этом слове я вам даю, как обычно, право заключительного слова. Прошу вас. Дамы и господа, следующая передача, я сразу же говорю, будет интересной. Вы знаете, конечно, большинство его знает, что, ну, несколько дней назад скончалась Оливия де Хевиленд. Это совершенно потрясающая киноактриса. Она дважды получала Оскар за исполнение женской роли. Все мы ее помним в «Унесенный ветром», конечно. Значит, эта дама сыграла, ну, я не скажу, выдающуюся роль. Большую роль в борьбе с коммунистами в Голливуде. Причем она не была, она не была, ну, как он сказал, она была либералом. Она голосовала за демократическую партию, она была либералом. Но ее роль в борьбе с коммунистами громадная. И вот что интересно. В массе некрологов, которые были написаны после ее смерти, в массе, я прочитал много некрологов, много, ни в одном, ни в одном, в 99% из 100% не говорится о ее роли в борьбе с коммунистами в Голливуде. И вот я воспользовался тем, что об этом не говорится, и я этой теме посвященную передачу через неделю. Это будет Голливуд и борьба с коммунистами. И память о Вилле де Хавлиленд. Вот на этом, Толя, я прощаюсь с вами. Всего хорошего, дамы и господа. И мое пожелание то же самое, что в рекламе магазина Лава Саплай. Будьте, будьте, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok